Иван, мы в прошлом вебинаре говорили про Сибирку и что она есть около Теренбурга. У меня рядом растут большие яблони с мелкими красными плодами, деревья 6-7 метров. И это по-такиму, возможно, что это Сибирка или Ронетка. Я так сказать не могу. Иди к концу. Дело в том, что даже у меня официально считается, что Сибирки нет. Вы задали серьезный вопрос, Иван, да я вижу, что вы непростой мужик. Я имею в виду непростой как садовод. Мужик-то может и простой вроде меня, но садовод вы непростой. Любознательность это наше главное качество с вами. И вот получается, что мы занимаемся с Курдюмом, мы делаем вообще книгу. Иван уперся и все, а мне же как? Вот она, Тайга, вот она, Сибирь, а вот он сколько? А плоды? Я действительно вижу, а то ли их пчелы скрестили, пчелы скрестили с культурными. И плоды, а у меня специальные фотографии, я целое делаю, мелкие, крупнее, крупнее, крупнее. А самые мелкие, вот этот ноготь. Ну куда, вот ноготь на мизинце. Ну куда уже это, ничем не Сибирь. А у меня Курдюма, у него же данные-то научные, действительно, и меня это самое, показывал эти данные. Книга дело серьезное, мы же не понимаем это. Он-то может грамотный, он же не может пропустить халтуру. Это я могу говорить, да, это Сибирька. А он берет материал, вот там написано, Сибирька растет. За Байкале и дальше до самого этого, Тихого океана. То есть вот там, а здесь ее нет. И сейчас, может быть, он прав. А может, я прав. Заражены вся тайга. Под Красноярском специально спорил, говорю, сейчас выйду и найду. Вышел, нашел, даже подряд видел. А и вдруг это дикое детей не бывает, да. Откуда здесь, если здесь, под вопросом Сибирька, в моих местах. А это центр Сибири. Как может быть, от Урал еще, слава Богу, туда, на запад, 2000 километров, по-моему. Как я две, может, больше не мерил. И вдруг вы говорите, под Екатеринбургом такие же вот мелкие красные плоды. Может, одичавшая ранетка, может быть. Может, у меня одичавшая ранетка, но до такой степени уже. Ну, куда мельче-то. Я даже показывал еще мельче фотографий. Получается, мы с вами этого не знаем. Но, если ранетка, я же не просто галерия. Это должно быть учебный материал. Поэтому выводы. Если это ранетка, то будьте добры. Используйте ее, потому что ранетки есть гены культурные. Пусть она мелкая-мелкая. Пускай. Но у нее есть гены культурных яблок. Если это супер одичавшая ранетка. И она будет прекрасно совмещена с культурными крупноплодными сортами. Вот. И вы, наконец, если это чистая, стопроцентная дикая сибирка, впереди большая работа. Рассказываю, как я эту работу проводил. Мне за это, конечно, государству премию не дадут. Но все-таки польза от меня есть. Вот. Я нахапал по соседям, по друзьям. Вот. Черенков. Вот. Я подружился с соседской бабушкой. Откуда она в свои 80 лет знала. Вот они, сибирки. Причем, говорят, дать. Но она не говорила, сибирки дикие. Пошли бы с ними в лес. И она мне показала. А их там целый пруд прудий. Вот. Ну, я мало не дурак. Вы думаете, я начал их выкапывать? Нет. И прям там-то идеи привел. Смотрю. Мертвая, живая. Мертвая, 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 живая. Не просто живая. Хорошо пошла. Вот. Их-то я как раз выкопал. Перенес в сад. Вот. То есть я провел первичную селекцию на совмещение, биологическое совмещение с культурными садами. Уже второе, третье поколение, оно уже принимало в себя и Жуглевское. Жуглевское, они же 300-350 грамм бывают. Расковывал все-таки. Оу. А потом уже пошло все подряд. Уже подряд все. Так что это получается, что. Может преодолеть это все. И вот то, что вырубило топором, что Сибирка несовместима. Спросите у тех же девочек. Камерязевых. Несовместима. Уссурийская груша несовместима. Много она испортила. Ну, у Натальи из Санкт-Петербурга она немножко грушу испортила. Ну, что делать, бывает. Ну, это один случай там из 10-20. Вот видите, вот здесь на углу. Видите, так сапало, что вот это вот. Осеннее яковлево. Вот она, видно. Я вот стрелкой вожу. Ну, так сапало, что на ней остановился мой доклад. Она слаще мёда. Вот у неё тот же уровень, что у лесной красавицы. Ну, уже куда слаще. Ну, первый-то урожай был мелкий, кривой, горбатый. Только отсутствие времени не позволило её вырубить навсегда. А уже второй урожай был вот такой. А теперь с неё беру черенки и сажаю их на эти, на уссурику. Вы думаете, что получается несъедобное? Она к ней привыкла. Ладно. Это случайно увидел из фотографии. Отвлёкся. Теперь смотрим дальше. А, ещё всё-таки загибаю пальцы. Сибирка чистая считается. А у вас, я не знаю, в Экстенбурге всё-таки сибирка или просто дикая яблоня. Бывает дикое листовое яблоня. Тогда она может не совсем годится. Если это одичавшая ранетка, значит годится. Вот так же уссурийская груша. Я даже спросил у человека, с которым дрожил, по мере назвать не буду. Я приваю на уссурийскую грушу. А ваше научное учреждение на что поливает? Он говорит, на чистую грушу уссурийскую не приваем. Мы приваем на гибрид уссурийской груши. Я называл какой-то сорт. Понятно, что у него получается что? Получится вместимость биологическая. Понимаете? То есть, соображают люди. И дальше третий палец. Китайские сливы. Они принимают прекрасно любые сливы. И, наконец, манджурский абрикос. Они принимают. Не должны принимать абрикосы. Но когда манджурский абрикос пожил в окружении своих благородных соседей. Всё, он начал принимать. И, наконец, вишня принимает черешню. Но очень плохо. И до сих пор плохо. У меня было... Все пошли. А следующий год никогда не пошло. И у меня начинает опять съезжать крыша. Что ж ты, железо? Разучился приват, ничего не понимаю. Вот так бывает. И, наконец, посмотрим, что дальше нам пишут. Евгений. Два года косточки, которые не просвелись, не выкидываю. Ноги просвел на второй год. Особенно перчки, абрикосы, народные соседей. Ой, какой ценный наблюдение. Поверьте мне. Косточка первый год лежит, взойдёт. И второй год лежит, взойдёт. И третий год тоже взойдёт. Так. Данила. Был ноябрь в Сургуте. И для этого видел Сибирку, но редко. Ну, Сургута это всё-таки Сибирь, наверное, Сибирька. Но, ещё раз говорю, вот это вот, кто-то когда-то из авторитетов написал. Сибирька, настоящая Сибирька, растёт. От Забайкалья и до Тихого океана. Так, друзья, по-моему, мы закончили. По-моему, больше никто не пишет. Вот здесь, я не понимаю, что-то. Вот здесь написано в сообщении 7. Я нажму на всякий случай. Оргете. Не вижу никаких новых сообщений. Но зато Анна теперь пишет. Давайте подождём Анну. Вот. Чаю попьём. Куда она спешит? У нас как бы свой круг. Знаете, как мы отмечали Новый год с этим самым? С... С... А так, когда у меня Новый год, я звоню, он появляется на скайпе, мы берём по рюмке и об экран стукнулись. Ну, как будто вместе побывали. Как будто за одним столом. А мы сидели за одним столом, было. Я ездил про этот самый, на слёт. И живу у него. А потом у меня день роганец. Потом у него Новый год. Вот. Ну, дождусь два часа ночи и стукаюсь об экран. Вот так мы отмечали. И вот получается, то, что вы видите сейчас на экране. Вот. Мы не будем, конечно, чаем стукаться. Но всё-таки это какая-то уютная вещь. Вот. Всё-таки нас не много, но и не мало. Незнакомых фамилии. Есть незнакомых фамилии. Значит, всё-таки это... О! Александр Ребрик есть. Вот. Это изредина сам авторитетный человек. Главный редактор журнала. Вот. Ещё раз скажу. Я не могу успокоиться. Когда поступила команда табу. Железова не печатать. Вот. После того, когда меня отключили микрофон. Всё. Полное вакуум. Он взял, начал печатать. Я до сих пор понять не могу. Вот. Александр Николаевич. Александр Ребрик. Гражданин Ребрик. Гражданин Ребрик. Гражданин. Как вы смогли? Уж такие авторитетные эти... Испугались. Они не испугались. Ну, сказали. Вы что печатаете? Это же дичь какая-то. Какой же железо? Вы что? Представляете? Вы представляете? Может быть, не было бы вас. Я бы руки опустил. Так. Ну, появились новые фотографии. Ой. Я уже заговорил. Новые... Эти самые... Комментарии. Ну, сейчас я скажу. Благодарю Анне за это сообщение. Значит, мы не самые тупые, как нас принято считать. Спасибо. 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 Спасибо.